В ночь с 18 на 19 января православные отметят крещение Господне. По традиции окунуться в святую воду в эти дни стремится и Старый Млад. Где можно будет укрепить дух и тело? Смотрите далее. Традиционно основное место для погружения в купель около Свято-Троицкого монастыря в столице Чувашей. Здесь снова оборудуют четыре проруби глубиной чуть больше метра. Кабинки для переодевания, пункты обогрева, биотуалеты, контейнеры для мусора. Все это установят рядом. Здесь же в крещенскую ночь будут работать ларьки с выпечкой, горячим чаем и даже бульоном. Таких открытых купелей в столице Чувашей-7. В этом году появилась еще одна закрытая. Она расположена в районе речного порта. Каждый желающий не может искупаться в открытой купеле, например, в Волгой реке. А тут закрыто, более-менее, значит, удобно. Возле каждой купели в городе будет обеспечивать безопасность отделом полиции по городу Чуваксар. В том числе и на территории этой купели будет работать полиция для обеспечения безопасности горожан. В таком деревянном домике два помещения, отдельно для мужчин и женщин. В каждом есть своя купель, скамейки, свет. Сегодня отец Михаил уже осветил воду. Искупаться в ней теперь можно не только в дни крещения, но и весь год. Ожидается, что окунуться именно здесь будет особенно много желающих. Тем не менее, прежде чем окунуться, необходимо проконсультироваться со специалистами. Погружение в ледяную воду полезно не всем. В любом случае, это не должно быть экстремальным моржеванием. Достаточно просто умыться святой водой из Ордании. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.